Ноябрь 1941 года, битва под Москвой, по-прежнему главное сражение Великой войны. Ну и специфика какая? Ноября, что немцы пытались обойти Москву с юга и с севера. Там на карте, в общем, видно, что сначала они в лоб идут, а потом они как бы окружают. Поэтому разбилось на две операции, Тульская и Клинская. Значит, Тульская это с юга, это был Брянский фронт, затем расформировали этот фронт и получился Западный фронт, командующий Жуков. Жуков полностью командовал под Москвой. Единый фронт сделали. Ну, значит, часть войск Брянского фронта, которые вырывались из окружения, отошли куда-то к Туле. И туда же 8 октября в Тулу из Казахстана прибыла 238-я стрелковая дивизия. Однако потом ее перебросили в район города Алексин. Затем в Туле остались Зенитный артиллерийский полк, Авиационный полк, 156-й полк 69-й бригады войск НКВД. И туда же перебросили 112-ю танковую, 239-ю стрелковую дивизию и 2-й кавалерийский корпус. Значит, организовали городской комитет обороны, который также формировал из рабочих Тульский рабочий полк примерно полторы тысячи человек. Значит, плановый срок там создания фронта под Тулы был 30 октября. Однако немцы все-таки опередили, хотя у них после Орла продвижение замедлилось, особенно когда дожди пошли. Но тем не менее на Тулу-то они вышли уже где-то 29 октября, то есть несмотря на дожди. Уже сразу, в общем, они пытались ее также и блокировать, обойти, потому что основная тактика была немцев окружение, то есть окружить еще тех, которые там Тулу обороняли. Уже 24 декабря с целью обхода заслона на шоссе, на Тулу, боевая группа полковника Эбербаха форсировала реку Зуша. В общем, сразу, короче, они как бы так немножко по расходящимся наступали. 108-я танковая дивизия русская вышла из Брянского котла 26 октября и немедленно начала защищать Плавск именно под Тулы. То есть там какие-то части выходили из Брянского котла, хотя в основном там все были в плен взяты, и тут же вот их на фронт ставили. К 27 октября сформировали Тульский рабочий полк, и при поддержке зениток этот рабочий полк тоже оборонял непосредственно свой город Тула. Но они были не обстреляны. Значит, с 30 октября по 1 ноября две танковые дивизии немцев пытались в лоб просто овладеть Тулой. То есть они по Орловскому шоссе прибыли и сразу просто штурмовали Тулу. Ну, в надежде на то, что там войск никаких нет. Ну, вот все вот эти войска, которые собрали, 69-я бригада войск НКВД, там часть войск, которые вырвались из окружения, Тульский рабочий полк, 32-я танковая бригада перебросили. Вот это вот все, значит, обороняло Тулу. Ожесточенные бои. Значит, 30 октября отбиты 4 танковые атаки, 31 октября 3 атаки и 1 ноября еще 2 танковые атаки. Тем не менее, были отбиты непосредственно танки, а ко 2 ноября подошла пехота немецкая, 2-я и 4 полевые армии. Однако подошла и русская пехота тоже. То есть где-то 30-го, 31-го и 1-го там вот все, что собрали, отбивало танки. А ко 2 ноября подошла пехота с обоих сторон, ну и началась, соответственно, стабилизация фронта. Вот, однако стабилизация фронта в целом немцев не устраивала, поэтому они начали наступление на обход Тулы. То есть обойти пытались сначала с севера, что было отбито, где-то к 7 ноября, а потом и с юга. Вот с юга уже была во второй половине ноября попытка, и она более-менее получилась. То есть 18 ноября немцы начали наступление с целью обойти с юга. Сначала они пытались с севера Тулу отрезать. К исходу 18 ноября немецкие войска захватили Дедилова, 21 ноября Узловую и 25-го Сталиногорск, что привело к охвату Тулы, который мы все на карте московского сражения помним. В 24 ноября они почти Тулу с востока окружили. Практически на 24 ноября была окружена Тула. На северном направлении тоже они удары наносили, пытаясь вообще сомкнуть это кольцо окружении. Причем северные удары, они уже были прямо 27 ноября, в начале декабря, перед самым уже советским контрнаступлением под Москвой, немцы все пытались Тулу взять вообще в кольцо. Примерно 5 декабря все-таки танковая армия немецкая перешла к обороне. И последний удар они на Тулу наносили аж ночью 7 декабря с севера, пытаясь замкнуть кольцо. Но, однако, уже 5-6 началось контрнаступление под Москвой. Также, в принципе, у них отдельные части пытались наступать и на Рязань, что было остановлено. 22 ноября разгромили основной такой костяк, который на Рязань наступал. Основной успех был при наступлении на Рязань, то, что 25 ноября взяли город Скопин, однако он 28 ноября был отбит. Также 5 декабря взяли Елец. Ну, короче, до 40 километров. 40 километров было до Рязани и тоже, в общем, не получилось. Ну, возможно, это вот немецкая ошибка, что в таких условиях, когда уже зима наступала, и у них там медленно все уже шло, они пытались и Тулу взять, и Рязань одновременно. Несмотря на то, что основная часть была эвакуирована из Тула к тому времени, все-таки в городе работала некоторая оборонная промышленность, винтовки, автоматы, минометы, ремонтировали орудия и танки. Тульскую область немцы жгли. В Тульской области около 20 тысяч колхозных дворов было уничтожено. Полностью уничтожено 316 деревень. Массовые расстрелы населения. Были партизаны в Тульской области. Уничтожили полторы тысячи солдат, офицеров противника. Ну, возможно, из Москвы там были партизаны. Подмосковные партизаны — это часто просто диверсанты, которых из Москвы прислали, да? Как мы знаем по истории Зои Космодемьянской. Ну, в общем, довольно много эти там... Или местные, или присланные. Много довольно они немцев уничтожили. 45 мотоциклов, телефонный кабель и так далее. 9 партизан-героев Советского Союза. Вот, значит, один герой Советского Союза, партизан — это Чекалин, как раз в Тульской области вы его. Ну, так или иначе. В общем, по итогам Тульского сражения, в течение 43-х дней Тула находилась практически в окружении, в полуокружении. Постоянно подвергалась артиллерийскому минометному обстрелу, налетам авиации, танковым атакам. Тем не менее, Тула устояла, и по итогам сражения в ноябре линия фронта была стабилизирована. То есть вот это быстрое наступление, которое характерно в октябре для немцев, оно было остановлено. В связи с чем на южном направлении основная цель операции «Тайфун», то есть взять Москву, она тоже, значит, достигнута не была. В данном случае Москву не взяли и не взяли даже Тулу. После того, как где-то 6 декабря немцы окончательно остановились, началась Тульская наступательная операция, которую при обзоре декабря будем рассматривать, то есть началось контрнаступление советских войск под Москвой. В 1976 год за все это Тула объявлена городом-героем. В Туле много памятников по этому поводу. Вечный огонь. Ну и президент, значит, Путин в 2003 году сказал, под Тулой был сорван план фашистов обойти Москву с юга. Враг был отброшен, война еще долго продолжалась, и тулики самоотверженно трудились в тылу, словом и делом поддерживая бойцов переднего края. То есть, в принципе, у нас официальная позиция, что под Тулой была отбита попытка фашистов окружить Москву с юга. Значит, с севера тоже не получилось. С севера Клинска-Солнечногорская оборонительная операция. Она позже началась. То есть, если Тулу пытались в начале ноября немцы взять интенсивно, то наступление с севера они начали 15 ноября силами 3-й танковой группы южнее Калинина на Клин и Солнечногорск. 16 ноября 4-я танковая группа как раз вот начала наступление с севернее и южнее Волоколамска в направлении на Крюково. Вот эти бои за Крюково, у деревни Крюково погибает взвод. Это вот попытка фашистов с севера обойти Москву. То есть, с юга там от Тулы и с севера вот через Клин вот так вот окружить Москву. Вот как Ленинград устроит там блокаду Москвы. К 20 ноября, несмотря на героическое сопротивление под Крюково и Панфиловцев, о которых я сейчас расскажу, все-таки на 25 километров немцы продвинулись. 23 ноября они взяли Клин и 28 ноября немецкие танки вышли к каналу имени Москвы. Исходу форсировали канал, однако 30 ноября они были выбиты на правый берег канала. 24 ноября был контрудар советский на Солнечногорск, однако он был немцами отбит. Немцы взяли 24 ноября в Солнечногорск, форсировали Истринское водохранилище, наступали по Ленинградскому шоссе и дошли, в общем, опять же до Крюково, пытаясь окружить советскую армию 16-ю. Тем не менее, с 1 по 5 декабря уже был контрудар на Солнечногорск. В результате как раз вот за линию Лобня-Крюково-Дедовск выбили немцев, и с 6 декабря началось кообщее контрнаступление под Москвой. Значит, все-таки самая большая операция была Тульская по карте, по территории и по количеству. Участвовавших Клинская, Солнечногорская была 20 дней, но она была очень напряженная, в связи с тем, что подошли к Москве на 14 километров даже. То есть Клин там ближе к Москве было, и с этой точки подошли на 14 километров к Москве. Ну и именно вот на этом направлении известный подвиг панфиловцев, о котором сейчас будет отдельный сюжет. Панфиловцы, 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Панфилова, сформированная в Алма-Ате и Фрунзе Киргизской ССР. Ну тут вот уже на канале спорили, что там все-таки из русских, но даже по перечню фамилий там довольно много казахов и киргизов. Там по самим фамилиям, вот у меня материалы, когда все от панфиловцев смотрел, к этому клипу там, ну половина фамилий казахские. То есть казахи там были, по крайней мере, сколько там в процентах, я не знаю. Ну так вот, именно о панфиловцах известна история о 28 человеках, которая везде пропагандировалась, 28 панфиловцев, и в особенности журналисты везде цитировали фразу политрука Клочкова «Велика Россия, отступать некуда позади Москва». Это значит подвиг 28 панфиловцев, и все мы знаем, что сильные дискуссии были довольно недавно, в 2010-е годы, о том, что этого вообще не было. Ну, собрано довольно много материалов, естественно, по этому поводу, тем более этот подвиг, там много памятников стоит, известная, в общем, вещь. Ну, принципиально что было? Вот как раз наступление с севера было, прорвались танки, значит, из Волоколамска вперед, соответственно, Жуков предложил контрудар на Волоколамск, который Сталин одобрил, ну, на уровне фронта что было, значит, послали корпус даватора, и, соответственно, панфиловскую дивизию, которая подошла, считалась сравнительно свежей, подошла из Казахстана. 15 ноября, собственно, начался прорыв немцев, с утра 15 ноября они перешли в наступление, и основные бои были как раз 16-го. Вот эта 316-я стрелковая дивизия вступила в бой там 16-го ноября, чтобы освободить это наступление. Части 316-й стрелковой дивизии в боях с 16-го по 18-го ноября понесли огромные потери, и в результате, в общем-то, прорвать действительно немцам фронт не удалось. То есть они наступали, но медленно. Сорвали сроки наступления. Допустим, Клин должны были немцы 20-го ноября взять, а взяли 23-го. Ну, в общем, они их не победили, но существенно задержали за счет больших потерь. Вот такая ситуация объективная на фронте была. Ну, и помимо 316-й стрелковой дивизии, также 1075-й стрелковый полк в этом участвовал. За 5 дней наступления примерно темп продвижения немцев был 3-5 километров, что считается, в общем, низкий. То есть фронт не был прорван. Вот как они ранее прорывали там под Вязьмой и так далее, и там на 100 километров в день шли. Да, действительно, значит, у деревни Крюково позднее немцы были полностью остановлены и перешли в контрнаступление. Надо сказать, что вот 28 панфиловцев это как бы образ. На самом деле за вот эти дни, 16-е и 18-е ноября, огромное количество подвигов зафиксировано. В которых, кстати, вот и казахи участвовали. Например, 17-го ноября 120 бойцов стрелковой роты под командованием старшего лейтенанта Бауэржана Мамышулы в районе станции Матрёнина отразили атаку немецкого батальона пехоты при поддержке двух танков, перешли в контратаку, выбили противника. 17-го ноября 80 стрелков 2-й стрелковой роты под командованием лейтенанта Краёва и политрука Ахтана Хасанова были окружены немцами без противотанковых средств, пошли в контратаку на танки, прорвали кольцо окружения, уничтожили 200 солдат и офицеров, подбили 3 танка и 300 танковых пулемёта и так далее. То есть большой список. На самом деле там вся дивизия вела себя совершенно геройски и независимо от национальности. А обо всём этом вот известны эти 28 панфиловцев, которые, собственно, и оспариваются. Значит, первые статьи о героических действиях панфиловской дивизии были сразу 16-го ноября. И вот те статьи, которые сразу были, они ничего там не преувеличивали, никаких там фраз про то, что отступать некуда не сочиняли. Они примерно первые статьи описывали, что там на самом деле было. И героизм массовый там действительно был. Однако чем дальше от этих событий, тем больше дополняли эти все сталинские журналисты, что и привело вот к этому скандалу. Значит, считается, что полностью про 28 панфиловцев 27-го ноября написал фронтовой корреспондент Каратеев, который сообщил, что вот 28 панфиловцев, все до одного погибли, врага не пропустили. И при этом он говорил комиссар Диев. Позднее появился ещё политрук Клочков там. Значит, потом журналисты советские начали очень много сочинять про всё это. Допустим, 28 ноября в «Красной звезде» была статья Кривицкого «Завещание 28 павших героев», где как раз было про 28 панфиловцев, что они все не сдались, кроме одного человека. Однако в этого одного, который поднял руки вверх, все они выстрелили в этого труса и предателя, и вот он был уничтожен. Ничего такого не было. То есть якобы там из 28 человек один сдавался, и его они тут же убили, эти 28 человек. И всё такое, короче. Оставшиеся 28 гвардейцев уничтожили 18 танков противника, и все 28 погибли, но не пропустили врага. Ничего этого не было. Ну, в общем, вот где-то уже в конце ноября именно вот эта цифра почему-то 28 кому-то там понравилась в газете. Начали много врать про всё это. Первоначально фамилий не было, однако кому-то надо было же медаль давать. 22 января 1942 года опубликовали список фамилий этих самых 28 панфилосов, в которых уже вся пресса советская трубила. Но так как нужно было образ создателем какой-то чёткий героизм под Москвой, который был, но вот решили, так сказать, набрать. Но вот это вот типичная советская показуха, к сожалению. То есть действительно героизм есть, нет, надо что-то вот ещё изобразить. Вот, к сожалению, всегда так и было и в Брежневский период, и в Перестроечный, да, в общем, и продолжается. Вместо того, чтобы описывать правду, они отсочиняют какую-то вот историю. Вот это, в общем, потом и подвело. Ну вот, значит, всё. Потом в апреле 1942 года всем им дали героя Советского Союза, всем 28 якобы погибшим. И всё, и начали прославлять этот подвиг. То есть строить памятники, во всех газетах там изучать, пионеры всё про 28 панфиловцев знают и так далее. Проводилась проверка контрразведкой СМЕРШ, которая установила, что действительно был массовый героизм 28 гвардейцев во главе с политруком Клочковым Василием Георгиевичем 16 ноября. То есть где-то в 1942 году органы НКВД всё-таки проверяли информацию и вроде как подтвердили. Однако имеется, как я уже говорил, критика официальной версии. Во-первых, непосредственно об этом бое никто не докладывает. Вот те, которые вот именно 16 ноября же были всевозможные доклады командиров там и так далее, сам, собственно, панфилов там и прочие, там и соседи, никто не сообщает об этом бое. То есть вполне возможно он был просто выдуман журналистами. Не сообщают ничего немцы, ни про какие 18 танков. Потому что в одном бою 18 танков это много, немцы должны были бы записать. Нет, тоже ничего. Про 18 танков, в принципе, и дивизия должна была записать. Она не записывала. Непонятно, каким образом как Каратеев, так и Кривицкий все эти подробности узнали про речи политрука и тому подобное. Где они вообще? Значит, они говорили, что они эти сведения получили в госпитале от смертельно раненого участника боя Натарова, однако позднее выяснилось, что Натаров погиб 14 ноября и бой 16 ноября видеть не мог. То есть журналисты врали, что они у какого-то смертельно раненого бойца это получили и вполне очевидно все выдумали. Вот именно, имею в виду все, именно вот детали все там. То есть речи там конкретные, откуда они могли их знать. Вот такая критика, в общем, этого есть. Так же вообще, значит, в 4-й роте было не 28 солдат, а 140 на 16 ноября и так далее. Но это, в общем, критика официальной версии. А есть еще документы. Дело в том, что в ноябре 47-го года арестовали, военная прокуратура Харьковского гарнизона арестовала Добробабина, который был полицейским на оккупированной территории. Так вот, этот Добробабин был в то же время героем Советского Союза за то, что он погиб под Москвой. То есть выяснилось, что там из вот этих вот 28 конкретно перечисленных не все погибли, а один даже пошел в плен и потом служил полицейским и был арестован. Также при следствии обнаружили, что в живых остались Васильев, Шемякин, Шадрин, Кожубергенов и не погибли в бою с немецкими танками. В результате военная прокуратура СССР в 48-м году проверяла опять все эти события. И вот по документам 48-го года военная прокуратура установила, что все было выдумано журналистом Александром Кривицким. Значит, и поэтому многие официальные лица РФ, допустим, профессор Сергей Мироненко и другие по-прежнему сейчас утверждают, что вообще этого боя не было. Вообще вся история придумана журналистами. Потому что нет отчетов с поля боя. Позднее обнаружилось, что многие участники живы и в плен попали и так далее. Но, однако, вот публикация этих данных за 47-48 годы вызвала у нас скандал, так как все время прославляли этих 28 панфиловцев. Значит, вот этого Добробабина арестовали полицейского. При аресте у него нашли книгу о 28 героях панфиловцев. И оказалось, что он герой Советского Союза, но служил при этом в полиции. Добробабин рассказывал, что в районе Дубосекова он действительно воевал, был ранен, пленен немцами, никаких подвигов не совершал и все написанное в этой книге полное неправда. Вот Добробабин им рассказал. Ну, вообще, значит, еще при советской власти вот это. Значит, был журнал «Новый мир» в феврале 66-го года. Кардин писал, значит, в 66-м году при советской вполне власти, писал, что это выдумка. Брежнев обиделся немедленно, сказал, что это клевета на героическую историю нашей партии и нашего народа. В общем, выяснилось, что это все не подтверждено фактами, но это уже стало легендой, поэтому власти наши, как обычно они делают, стали тупо отрицать, что все это было, а факты их не интересуют. Естественно, в перестройку массы материалов, в особенности именно расследования военной прокуратуры 48-го года, которые делались самими же коммунистами, да, и они установили, что этого не было. То есть, что многие живые показывали, что никого такого боя вообще не было. Есть, в принципе, решение военной прокуратуры СССР, что это литературный вымысел. Ну, или вот показания, допустим, в 48-м году главная военная прокуратура СССР взяла показания бывшего командира 1075-го стрелкового балка Капрова. Капров в 48-м году, ни в какой ни в эмиграции, нигде, а он советским прокурором, Капров, говорит дословно, никакого боя 28 панфиловцев с немецкими танками у разъезда Дубосекова не было. Это сплошной вымысел. В этот день у разъезда Дубосекова дралась 4-я рота, действительно дралась геройски. Из роты погибло свыше 100 человек, а не 28. Никакого политдонесения по этому поводу я не писал. Я не знаю, на основании каких материалов писали в газетах и так далее. То есть о чем речь-то? Был действительно подвиг-то под Москвой, но вот конкретно вот этих 28 панфиловцев не было такого боя. Там 100 человек погибло и так далее. Никаких таких речей, которые сочинили журналисты, они не говорили, вот в чем смысл. То есть еще раз я подчеркиваю, это не попытка опорочить там чего-то, там каких-то ветеранов или подвиг под Москвой, который имел место действительно. А вот правда это конкретный бой, что его придумали журналисты. Ну так вот наш Мединский тоже обиделся, который был министр культуры Российской Федерации. Заявил дословно Мединский, что все, кто сомневаются в подвиге панфиловцев, конченые мрази. А также, значит, вот он сказал, даже если бы эта история была выдумана от начала и до конца, даже если бы не было Панфилова, даже если бы не было ничего, это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться. Ну вот, даже если это неправда, то это святая легенда. Ну что вот с такими вот делать? Правда нашей власти не интересует. Правда, неправда, все равно. Главное, что это легенда. Ну вот про это говорят, когда вот говорят о победовесии, что из войны сделали культ. Это действительно ужасное событие, которое нужно изучать, и где наши деды и прадеды воевали действительно. Но вот сочиняя всякие официальные истории, что началось уже в советское время, дискредитируют-то кто этот подвиг? Те, кто их сочиняет, а не те, кто хочет до истины докопаться. Вот такая ситуация. Ну вот, дальше я просто всю эту дискуссию материалов много не цитирую. Я, конечно, не знаю, был бой или нет, я просто вот изложил аргумент. Основные аргументы, ну тут историки, значит, там академики участвуют, которые говорят, что не было. Ну, в принципе, ответ еще такой, что основные документы это сталинское расследование, значит, 47-48 года, а при Сталине все время дела фальсифицировали. То есть аргумент за то, что этот бой был, что в основном опираются на данные, которые военная прокуратура сталинская 48 года. Ну а все мы знаем, как дела вела сталинская прокуратура. То есть они могли там кого-нибудь запугать, он мог, чтобы Павла говорить. Но в то же время, я не понимаю, зачем сталинской прокуратуре в 48 году выбивать показания на то, что не было боя панфиловцев. Тоже абсолютно этой логике не понимаю. Потому что уже и в 48 году этот кольт был, да, героев-то панфиловцев. Почему сталинское? Вот говорят, короче, критики, что ну там всегда дело сшили, наверное, это дело тоже сшили. А зачем им такое дело шить в 48 году, непонятно. Ну так вот, значит, уже в 42 году это был один из таких, одна из основ сталинской пропаганды про эти 28. Например, под Сталинградом статья была, когда были бои под Воронежем и Сталинградом, да, комиссар Лагвиненко писал статью «Традиции 28 героев» и говорил «Хочется крикнуть бойцам в юго, деритесь как 28, сокрушайте танки, как их крушили под Москвой панфиловцы, стойте насмерть, и враг побежит, как побежал от Москвы». Ну вот, поэтому уже, значит, правда или неправда, это уже нашу власть не интересует. Такая вот история. Надеюсь, что в тюрьму меня за это не пасать, за то, что я ее рассказал. Ну, значит, у разъезда Дубасекова есть мемориал героям-панфиловцам, да, улица в Москве, в городе Алма-Ате есть парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев и так далее. Огромное количество литературных произведений, повести про них, пьесы и так далее. В основном основаны именно на двух статьях журналистов. Песня о панфиловцах, двухсерийный советский фильм «Волоколамское шоссе» 1984 года, потом четырехсерийный казахстанский фильм, вот как раз про казахов, которые там участвовали по мотивам повести «Волоколамское шоссе». Ну и вот когда дискуссия шла, в 16-м году в ответ сделали российский художественный фильм «28 панфиловцев». Как бы все равно вот в ответ тогда кино сделаем. Ну, недавно по хроникам кино я уже про этот фильм рассказывал. Естественно, компьютерные игры и прочие всякие артефакты по этому поводу тоже имеются. По крайней мере, то есть как культурный такой факт это существует. То есть в культуре это существует, а вот было ли в действительности, об этом идут дискуссии. 7 ноября прошел на Красной площади известный парад в Москве. Как я уже говорил, в принципе, 15 октября было принято решение об эвакуации Москвы. Была паника и в том числе слухи, что уехал Сталин. Поэтому Сталин решил провести парад именно в пропагандистских целях и сам еще выступить на параде, чтобы все видели, что Сталин остался и Москву не сдают. 24 октября Сталин вызвал генералов Артемьева и Жигарева и приказал готовить в секретной обстановке парад. 31 октября план парада утвердили. На самом деле готовят обычно долго, но тут готовили быстро, потому что решение было внезапное и думали, что не будет парада, но вот начали быстро за неделю готовить. Москва была официально на осадном положении. В принципе, немцы, когда наступали, грозились 7 ноября там сделать парад фашистов. На 7 ноября уже было понятно, что парада фашистов не будет. Остановили в целом под Москвой. Немцы пытались обойти с флангов на тот момент. Время проведения парада перенесли на 2 часа раньше обычного, то есть вместо 10 часов утра раньше на 8 часов утра сделали. Погода была нелетная. Вообще-то постоянно бомбили Москву. Затемнение там было и так далее. На всякий случай 5 ноября пробомбили немецкие аэродромы. Зенитки поставили. Но в целом, в общем, там все равно погода была такая, что все равно бы не полетели, но подготовили. То есть там поставили скорую помощь, пожарников. На случай, если будут немцы бомбить прямо Красную площадь во время парада, что в принципе было реально. То есть немцы были близко и Москву постоянно бомбили. Тем не менее, кремлевские звезды Сталин распорядился зажечь. То есть светомаскировку они нарушили. Но, впрочем, погода была плохая, и немцы никуда не полетели. В принципе, должен был принимать парад Жуков, который командовал обороной, но вместо него Буденного поставили. Жуков оказался, что во время парада ему надо было командовать войсками. Вышли все руководители. Сталин, Молотов, Каганович, Микоян, Берия. Это все Государственный комитет обороны. Маленков, Щербаков, Кузнецов, Косыгин. То есть все руководство показало, что оно в Москве и никуда не уехало. Хотя значительная часть всяких министерств, ведомств, была эвакуирована в Куйбышевках, всем знаем. Ну, имелся, значит, оркестр. Прошли непосредственно фронтовые части. 160 танков, как раз лучших советских, КВ-1, Т-34 и так далее. Ну и даже, значит, по распоряжению Сталина батальон тяжелых танков КВ-1 прибыл непосредственно с завода. Прошло более 28 тысяч человек через Красную площадь во время парада. И часть из них, да, потом пошла на фронт. Сталин сказал речь на параде. Ну, речь, в принципе, показательная для идеологии как раз уже периода Великой Отечественной войны. Речь представляет собой смесь национализма и социализма, в общем-то, нелогичную. Но вот такая вот она и была. Ну, вот дословно, допустим, Сталин. 7 ноября 1941 года. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии. Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков смесь, смерть немецким оккупантам. Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость под знаменем Ленина вперед к победе. В чем тут смесь-то? Перечислены православные святые, вплоть до, практически до царей, да, потому что Невский и Дмитрий Донской это князья, вообще говоря. Суворов монархист, Михаил Кутузов монархист. То есть перечислены те, кого, значит, считали святыми и защитниками в Российской империи. Они все сплошь монархисты. Наследие Российской империи большевики в 20-е и в 30-е усердно дискредитировали. Рядом с этими монархистами и князьями упомянуто победоносное знамя великого Ленина, который всю эту монархию уничтожил. То есть в данном случае какая-то смесь нелогичная действительно. Если большевики, то давайте говорить, что мы там за свободу всех трудящихся. Если мы националисты, то тогда уместны всевозможные имперские все вот эти руководители. В самой мотивации порабощенные народы Европы, великая освободительная миссия, грабительские полчища немецких захватчиков. Мотивация национальная. Тут нигде, допустим, не говорится про какой-то немецкий пролетариат, который нужно освободить. А именно об этом в 30-е годы постоянно говорила советская пропаганда. То есть немцы все тут описаны как захватчики. Нужно защитить какие-то народы Европы. Это логика националистическая. Ну и сюда же идут, конечно, вот эти имперские все образы тоже в данном контексте националистические. Ну и все равно вот под знаменем Ленина вперед к победе. Ну вот эта идеологическая смесь всю войну, в принципе, продолжалась и стала потом основой уже идеологии развитого сталинизма. При развитом сталинизме говорили, что русские вообще все изобрели. Там самолет русский изобрели, радио русский изобрели и так далее. То есть вот опять же, как и Мединский, создавали просто легенды, что ж такие легенды нужны. И параллельно все равно продолжалась вся вот советская тоже, все советские рассказы о том, что у нас есть миссия освободить человечество, построить коммунизм и так далее. Далее постоянно вот этот российский национализм и коммунизм, он сочетался. В идеологии и Хрущева, и Брежнева и так далее. И, собственно, перетекает уже в современный путинизм. Там была история, что киногруппа вышла и не успела этого Сталина снять, а это было очень важно, потому что монтировали фильм об обороне Москвы. И этот фильм потом показывали в Америке, в Англии, а там было очень важно общественное мнение, чтобы ленд-лист ошел. Потому что там были противники ленд-лизовой в США, например. Вот поэтому пересняли, то есть сделали дубль. 27 ноября в Большом Кремлевском дворце Сталин опять эту речь сказал, и киношники его пересняли, потому что они его не смогли заснять непосредственно на площади. Но фильм «Разгром немецких войск под Москвой» получился. Речь Сталина там действительно важную роль играет, и сам по себе парад. Она получила в 1943 году картина «Разгром немецких войск под Москвой» получила «Оскар». Но в Москве это называлось «Москва strikes back», то есть Москва наносит ответный удар. Но также считалось, что вот этот фильм поддерживал идею, что США должны вступить в войну. Военно-техника имела полный боекомплект. Артиллерийские части прибыли с огневых позиций после парада, отправились на фронт. В послевоенное время постоянно проводились парады тоже на Красной площади. Ну и была реконструкция на 7-7 годовщину этого парада, была театрализованная историческая его реконструкция в Москве. Помимо фильма «Непосредственно», который снимали «Разгром немецких войск под Москвой», парад показан в советской эпопее «Битва за Москву» 1985 года. Ну и, в общем, тоже, да, известное такое событие, пропагандистское, времен «Битвы за Москву». На юге началась оборона Севастополя. 30 октября немцы к Севастополю подошли и, в общем-то, первую попытку штурма осуществили. С 30 октября по 11 ноября. Вот это считается первый штурм Севастополя. В городе не было сухопутных частей, были силы морской пехоты Черноморского флота, отдельные подразделения учебные, артиллерийские и зенитные. Правда, и немцы тоже с серьезной части не вывели. Советская группировка около 20 тысяч человек, плюс которых сняли с Одессы, Приморская армия. Их сняли, вообще-то, сначала под Перекоп, но под Перекопом их разбили, как я уже говорил. И они отступали, в принципе, к Севастополю. Но медленно отступали. Там они отступали через Золу, что Ялту. То есть по ходу этого штурма, в принципе, прибывали одесситы, которые сразу участвовали в обороне Севастополя. К 10 ноября вермахт окружил полностью Севастополь суши. Вот Балаклава, база была вермахта, да, там все время рассказывают, когда туристам. И к 11 ноября уже, собственно, сформировался фронт под Севастополем, который потом и держался. Ну, считается, что важнейший фактор то, что первый штурм Севастополя был отбит, это подготовили артиллерийскую группировку, которая артиллерийским огнем, береговые батареи, что была артиллерия у флота. И в целом вот они отбили. На конец штурма, к 20 ноября, когда стабилизировался фронт, гарнизон Севастополя уже включал 62 тысячи человек. Это отступили части, которые по Крыму-то отступили в Севастополь. Ну и вот началась вторая оборона. Первая оборона 19 века и вторая оборона 41-42 года Севастополя. Под Ростовом начинается наступление 41-го года. Ну, в первой половине ноября была ростовская оборонительная операция. Значит, заняв Донбасс и Харьков с боями, но довольно быстро, вышли немцы к Ростову и имели цель захватить, естественно, Ростов. Главная цель немецкого наступления. Это узел транспортный, захват Ростова, окончательно бы закрепил немцев в Донбассе. Поэтому, так как на юге тоже зима наступала, паузы серьезные они не сделали немцы и решили сразу, значит, брать. Это привело к тому, что у них фланги были как бы плохо защищены. То есть, они все основные силы бросили на Ростов, не подтянули как надо, фронт как надо они построили. И практически сразу советское командование решило во фланг немцам бить. Ну, как вот они делали, когда немцы на Киев наступали, но не получилось. А вот в этот раз получилось, потому что немцы уже понесли потери, был уже ноябрь, и поэтому начали контрудары. Ну, вообще, если бы взяли Ростов, то немцы планировали продолжать наступление и брать кавказскую нефть. Эту цель поставил Гитлер. То есть, они рассчитывали к марту или апрелю 42-го года взять уже полностью Кавказ, блокировать Иран, через который шли поставки американские по Ленд-Лизу. Поэтому, в принципе, для немцев было важно, но у них во многом уже кончились ресурсы нужные. Ну, непосредственно, значит, ход операции. 5 ноября началось наступление 1-й танковой армии немецкой на Ростов. К исходу 8 ноября они продвинулись примерно на 30 километров. В направлении Новочеркасска шахты и так далее вклинились в советскую оборону. И вот как раз 8 ноября Тимошенко уже доложил Сталину план, что нужно ударить во фланг и в тыл этой 1-й немецкой танковой армии. Что они двинули танковую армию, а фланги и тылы не обеспечили немцы. У них фронт растянулся, они там Харьков взяли, то да сё. В полной такой мере, полностью обеспеченной операции, у них на Ростов не получалось. А Ростов они очень хотели взять и потом взять Кавказ. Сталин это всё, значит, подписал, потому что Ростов тоже не собирался Сталину отдавать. Когда Гитлер-то всё рассказывал, что нужно идти на Украину, там в конце что Гитлер говорит? И блокировать поставки нефти из Кавказа, в самой директиве-то этой украинской. Так вот, Ростов и Сталинград, это как раз оно и есть, то есть блокировать поставки нефти. И Ростов это, в общем, начало этого пути. Поэтому решили советский и Ростов тоже не сдавать. Ещё немцы, в принципе, наступали на Ростов и ещё не взяли, а наступательная операция уже началась. Поэтому, что касается наступления конца 41-го года, обычно оно называется контрнаступление под Москвой, но началось оно под Ростовом. То есть 17 ноября уже начинается советское наступление, а под Москвой оно будет в декабре. О чём я, конечно, тоже расскажу. Значит, ну, смысл советского наступления разгромить 1-ю танковую армию немцев, ликвидировать угрозу прорыва на Кавказ и сковать основные силы группы армии Юг, чтобы они их не перебросили под Москву, где было тяжёлое положение. В 8 утра 17 ноября немцы начали наступление непосредственно на Ростов, а через час началось наступление советское. То есть примерно вот с 17 по 22 ноября идёт два наступления у немцев на Ростов, а во фланг и в тыл им наступает уже Советский Южный фронт. С 17 ноября до 21-го советское наступление вышло до станции Цемлянка-Миллерова-Графеновка, но немцы упорное сопротивление оказывали, то есть немцы всё-таки прикрывали свой этот фланг и сопротивлялись. Были плохие метеорологические условия, советская авиация практически не действовала. Ну, в общем, медленно, без прорыва фронта, но ударная группировка войск Южного фронта наступала. Тем временем 19 ноября немецкие танки прорвались к окраинам Ростова, 20 ноября шли бои уже на подступах к Ростову, и 21 ноября немцы захватили Ростов. То есть, в общем, немцы понимали, что с фланга идёт контрудар советский, но думали, что это несерьёзно, потому что они такие постоянно отбивали. Поэтому всё равно они продолжали наступать на Ростов, и 21 ноября они его взяли. Практически уже считается, что идёт наступательная операция, но Ростов как раз вот тогда и взяли. Однако уже в день взятия Ростова Клейст уже на север начал перебрасывать войска, где прорывались русские серьёзно. Маршал Тимошенко приказал наступать дальше, раз Клейст уже перебрасывает, и создал серьёзную угрозу, что он там окружит Клейстов Ростов. То есть, вот Клейст к Ростову прорвался, и там, так сказать, ему и могила. То есть, вот советские его с тыла окружали, и могли там, в принципе, в Ростове окружить. 24 ноября была директива Ставки о том, что дословно целью действий наших войск на ростовском направлении является разгром бронетанковой группы Клейста и овладение районом Ростов-Таганрог с выходом на фронт Новопавловка, Куйбышева, Матвеев, Курган, река Меус. Вот на реку Меус действительно вышли, но не разгромили Клейстов. Вот такая история там. Ставка требовала наступать на Таганрог и вообще отрезать полностью Клейстов и там окружить его. Ну, пришлось перегруппировку. Сначала хотели просто узко Ростов. Сталин потребовал Таганрог тоже взять. 27 ноября советские войска продолжили наступление. Клейст понял, в принципе, сразу, насколько все это опасно, что могут его окружить вместе с Таганрогом. Перебросил две танковые дивизии на рубеж Раки Тузлов. Словацкую моторизованную дивизию тоже перебросил. Для обороны Ростова просто выделил силы прикрытия и, по сути, он решил оставить Ростов. То есть Клейст понял, что его там окружат и вышел, в принципе. Танки вывел из Ростова, оставил там только прикрытие. Когда советская армия узнала, что там серьезно танков нет, они форсировали Дон. И с 27 ноября начались уличные бои в Ростове. Вот, короче, прикрывали который отход Клейста, немецкие части, они три дня воевали на улицах Ростова-на-Дону, естественно, с разрушениями города. После этого с 30 ноября по 2 декабря 1-я танковая армия, прикрываясь арьеркардами, отошла от Ростова на рубеж реки Меус и отбила наступление на Таганрог. То есть Клейст этого всего плана избежал. Ростов он оставил, но в окружение не попал и отошел. Тем не менее, командование группы армии Юг перебросило еще из-под Харькова 4 дивизии и с трудом стабилизировало фронт. Все это считается первое наступление советской армии, серьезной, так как освободили город Ростов. Это не просто контрудар, освободили значительную территорию. Карту даю, на карте можно посмотреть, что все серьезно. Это первое поражение Вермахта в СССР и вообще первое более-менее серьезное поражение Гитлера как таковое. То есть раньше я все время рассказывал, что он все время выигрывал, да? За это поражение Гитлер снял Рундштеда с должности командующего группы армии Юг. То есть Гитлер тоже серьезно отнесся, что они действительно под Ростовом проиграли. План прорыва к Волге и на Кавказ был ликвидирован на 1941 год. И на полгода стабилизировался фронт. Вот МИУС-фронт перешли, по сути, к оппозиционной войне на юге. То есть вот эта маневренная война, которая продолжается уже с июня, да? Поэтому большие у меня клипы, потому что все время войска туда, войска сюда. Эта маневренная война перешла в позиционную. То есть в перспективе у меня вот ближайшие полгода клипа будут меньше. Ну, имеется в виду полгода истории, да? Потому что первая половина 1942 года, позиционные бои, достаточно слабые. И там я много рассказывать не буду, потому что просто событий нет. Советское командование смогло в условиях, когда противник в два раза в танках превосходил, переломить ход сражения и победить. Тем не менее, значит, окружить не удалось. Потери советских войск 15 тысяч человек называют, и потери немцев порядка 30 тысяч человек. Великобритания также начала наступление на своем фронте на территории Египта и Ливии. Это называется операция «Крусейдер». Сосредоточили 700 танков, в том числе новые американские танки «Стюарты» и новые британские танки «Крусейдеры». То есть «Крусейдер» — это крестоносец. Вот по новым танкам этим крестоносец называется вся операция. Против них был «Роммель» и немецкий африканский корпус. 18 ноября 1941 года 8-я армия Великобритании начала внезапное наступление. Были серьезные бои в пустыне, при том, что в ряде мест даже итальянская танковая дивизия разбила британцев. 21 ноября «Роммель» начал контрнаступление при поддержке «Люфтваффе» с целью выйти в тыл британским войскам. То есть они прорывались, а «Роммель» в тыл им заходил. Часть генералов пытались, английские вообще отступать, думали, что их окружат. Но командующий настоял, продолжали двигаться вперед. Паникеров сняли. «Конингем» такой был, там говорил, что все, надо отступать. «Роммель» окружает, его сняли. И командующий Акенлег всех паникеров убрал, сказал, что все, вперед. 26 ноября деблокировали «Табрук» знаменитый. 27 ноября «Роммелю» удалось отрезать с 27 ноября по 1 декабря. «Роммелю» удалось окружить эту новозеландскую дивизию, которая к «Табруку» подошла. Она прорывалась обратно к египетской границе. Однако по ходу этих всех боев подошла еще вторая южноафриканская дивизия, блокировала итальянскую дивизию «Савона». Нанесли, значит, серьезный контрудар на итальянцев. И в результате 7 декабря «Роммель» решил отступать. То есть, в принципе, «Роммель» практически победил, чуть ли там не окружил всех вот этих наступавших британцев. Но у него при этом силы исчерпались, а у британцев подходили все новые и новые резервы. И 7 декабря «Роммель» начал отступление. К 30 декабря, то есть на протяжении всего декабря, он отступал к укреплениям «Эль-Газала». То есть, опять оставил Кирейнарику. «Табрук», конечно, все деблокировали. В результате, значит, ликвидировалась угроза выхода войск стран Оси к Суэцкому каналу. Тем не менее, «Роммель» спас свои войска. И в тылу продолжали сражаться крепости, что сдерживало наступление союзников туда дальше, на Триполи. Только 2 января взяли крепость Бардия, 12 января Эль-Салум, 17 января проход Халфая. Тем не менее, в общем, вышли, взяли Кирейнарику, вышли уже опять на эти укрепления, которые прикрывали Триполи непосредственно. 30 тысяч пленных фашистов итальянских и немецких. То есть, в целом, эта операция тоже успешная. Ну и вот надо сказать, что да, в конце ноября уже наступает антифашистская коалиция и в Ливии, и под Ростовом. И скоро будет наступление под Москвой, которое будет в следующем клипе.